По дубанам, в принципе, ничего необычного. У нас там дробка в бан отправилась. Также Shadow Demon, Morph, Alchemic, также Dazzle, Timber, Elder и Darkseer. Да, по поводу вот, чем играют команды, тяжеловато сейчас сказать, потому что за данными коллективами я наблюдаю лишь в рамках данного турнира и в рамках квалификации на International, там, закрытых, открытых и так далее. А слишком много было матчей в последнее время таких форматов Best of 1, так как они запоминаются, как сказать, размывчиво, по всей видимости. И все слишком перепуталось. Да, вот такие вот пошли уже лунные факты. Как раз там были любители, любителям данных выражений, так что все для вас, работяги. Ну что, в принципе, вот бонус тайм команды у нас тратят довольно-таки активно. Чаще всего же мы видим на таких матчах, что команды на бонус тайм совсем забивают. То есть они, как бы, набирают героев, уже знают, что берут. Но здесь, как видим, подзадумались. Джиггернаут для продоты. По поводу линии у нас есть Синкинг, есть Войт. Как бы, по идее, Войт должен быть у нас хардлением в Синкинг-мид. Но уже трижды мы с Джиггемом решали, что Синкинг идет на нас в мидл, а тут бац, и он идет в харду, то ли вообще на изи-лейн. Хускар для Фантастик Файл. Кстати, Хускар под Ораклом довольно-таки страшная машина получается. И остался всего лишь один суппорт. Осталось 10 секунд. Для команды Фантастик Файл в добор. Осталось 5 секунд. По всей видимости. Но все же видели мы и другие. Время и другие. А такие вот на расположение, там, где у нас шел Слардар, то ли на позицию суппорта и так далее. Чекнуть стим. Четь стим. Чекнуть телепузик. Я не знаю, кто телепузик. Я стим чекал, но там не все подписано правильно. Аппарат в банк. Также в банк является ДП-шка. Кстати, про доте. Что же нужно про доте? Ну, по всей видимости, суппорт. Все же я не думаю, что Сангихуна будет на позицию суппорта. Все же у нас этот герой начал пикаться на позицию коров. Но кто их знает. Кто их знает. Распики тут бывают своеобразные. Висп. Вот это интересно. Висп на ласпик для Фантастик Файл. И Undyne для про доты. Хм. Так. Ну, я так подозреваю, у нас будет дабла в карту. Это Сингинг Undyne, который вовсе трипла пойдет в виде, допустим, Скайа Джаггера Undyne, а на Изи Лейн пойдет Сингинг. Хотя нет, войдет мид, это совсем бред. А, кстати, кто войдет мид? А мид должен тянуть Джаггернаут. Ладно. Эти размышления... Довольно-таки лунные. А, камвежми. Набор букв, как нам написали. Да, по всей видимости, ты прав. Ну что, как обычно, начинается игра с паузы. В принципе, как обычно, меня дропы вначале. И, кстати, вот по поводу еще небольших технических проблем. Возможно, то, что может падать стрим. Это не дудос. Это какие-то проблемы то ли с моей части, то ли с части твича. Но я вот сегодня смотрел стрим по Овервотчу. И там тоже стрим падал. Как бы, ну вот так вот. Ни с того, ни с чего. То есть, как бы идет трансляция, он упал. И там буквально секунд через 10 он поднялся. Так что, если упадет, то не переживайте. Конечно, можете спамить что-то дудос. Но стрим вернется там секунд за 5-10. Ну, в принципе, тут пока обсуждать особо ничего не получится. Ну, давайте посмотрим, кто на ком будет играть. У нас хоть все еще не в лобе. Вернее, не в игре. И не разобрались и персонажей. Но все же. Продота у нас в полном составе уже пикнула. И Гартер играет у нас на Вайде. Как нам написали в чатике. На Скай играет КВМ. Бивер играет на Андайнге. Пингвинчик. Это у нас Джиггернаут. И Кевка на Сенкинге. Ну, а, пожалуй, Фантастик Пайма подождем. Ну, и, кстати, вот по поводу ников. Тут тяжеловато. Сказать, кто на ком играет. Так как лишь БЗЗ подписался своим никнеймом. У нас Бучка. Жаль, без течки. Оракул. Хитоми у нас на Хускаре. БЗЗ на Миране. Ну, и ждем мы Телепузика и... 11.01. Ну, кстати. Сейчас, секундочку. Я уже подзабыл. Немножко двоичную систему. Это получается у нас... Да, как-то я совсем уже затупил. Тринадцать. Да, слишком долго... Слишком много времени у меня шло на подсчет данного никнейма в десятичной системе. Именно с двоичной. Ну, бывает. Все же учебу закончил довольно-таки давно. И как-то подрастерял данный скилл. Ну, что ж. Бывает. Да. Пошла лунная информация. Ну, сами понимаете. Старт игры я каменчу в соло. И... Как бы... Говорит особо не о чем. Но, кстати, хотя все же есть о чем поговорить. Давайте обсудим, что это за турнир. Турнир у нас под названием Elements Cup. Второй сезон. У нас закрытые квалификации. Играет у нас две группы. В каждой группе по пять команд. В группе А у нас Power Rangers, Fantastic Five, Pro Dota, Elements Pro и Flipside. В группе Б у нас Imperial, Alternate, NoLifers, Elements One и E-Labe. На данный момент у нас в топ-1 в группах занимают Power Rangers 2.1 и Imperial 3.0. По поводу того, кто попадет у нас на стадию плей-оффа. Это первые места в группах. Также у нас будут сыграны переигровки между вторыми местами каждой группы. За третье место на плей-офф. И четвертое место у нас будет определяться голосованием. Правда, я не знаю, где оно будет осуществлено. Я подозреваю, что в паблике LMS Pro Gaming. Ну и, в принципе, команды у нас там сразятся за призовой фонд в размере 20 тысяч долларов. Насколько я помню, первое место получает у нас 12 тысяч, второе 5 с половиной и третье 2 с половиной тысячи. Ну а четвертое получает у нас ничего. Во! Что, в принципе, норма для турниров такого типа. Вот в Hitomi у нас Illidan. Как раз я сейчас по чатику почекаю. Там в курсе, кто на ком играет. Так, кто еще там есть? Shadow Wake играет у нас Fantastic Five. А, на ком? Напишите в чатик. А, Shadow Wake на телепузике играет. Как ответили там одному из наших зрителей. Ну, в общем, ждем. Вы сами все видите. Возможно, Death Win. Ну, знаете, такое. То есть я тут потрубил стрим. Поговорил 20 минут ни о чем. О лунных фактах. И давайте Death Win. Ну, почему бы и нет. В принципе, норма. Go! 5 на 4. Ну, кстати, кто у нас там не добрал героя? На ком он там должен играть? Да, кажется, память меня подводит. Что сложно. А, Слардар. Ладно, пока ждем ответа. Бучка у нас Йолхи, Томи или Дан. 13-й, он же 11-0-1, это Airman. Телепузик это Shadow Wake. Ну, а БЗЗ это БЗЗ. В принципе, тут несложно. Да, правда, я не знаю. Регламент турнира. Какова у нас длительность паузы. Пока у нас ни админы, ни игроки больше ничего не пишут. Почему нет игры в Cliente Dot? Потому что у нас на турнир Valve не добавляют билет. При том, что, как бы, конфирмент билет был еще там до Инта. Но во время Интернешнла ходили патчи. Valve почему-то не вводили билет в патч. Что, в принципе, на рынке стран они вводили шмоточки. Ну, в принципе, это Valve, от них ожидать можно всякого. Ну, ладно, ждем. РМК, что у нас будет, по всей видимости. Да, у нас есть еще один стендин. Сейчас мы все перезагрузим. Так что у нас небольшая пауза. Не отключайтесь. Хотя давайте дождемся, пока все поливают. А то, возможно, у нас будет и что-то другое. Да, ждем ответа админа. Так что я как-то рановато. Рановато сливнул. Админ? Выходи, отвечай на вопросы. Ну, админ, как мы видим, тоже куда-то пропал. Ладно, ждем. Ладно, ждем. Да, конечно, вот в чатике по поводу вопросов, кто играл... Ну, вернее, какой герой был пятым, это, конечно, хорошо. Спасибо вам, но задержка на стриме 2 минуты плюс секунд 30 отвеча. Так что слишком с запозданием данные вопросы. Ответ, вернее, могут поступать. Так, ну что? Ждем. Да, все же у нас рэмкан. Ладно, сейчас вернемся. Спасибо. Спасибо. Правда? Спасибо. До новых встреч. Продолжение следует... Так. Спасибо. Продолжение следует... 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 В ЦМе. Все довольно-таки просто. И сейчас начнем. Да, Аллах это у нас Жотом. Ну, в принципе, он так был подписан в лобби. А в лобби, как правило, подписан правильно. Ну, здесь, как мы видим, никнейм видоизменен. Так, ну что. Начинается игра. Давайте сейчас еще раз все же озвучим, что это у нас такое. У нас Elements Cup 2 сезон, закрытые квалификации, Best of 1 матч между ProDota и Fantastic Five. ProDota играет у нас в составе. Garter на Вайде. Come with me играет у нас на Sky. Beaver играет на Дайанге. Пингвинчик на Жигернауте. И Кевка на Сенкинге. Ну и Fantastic Five у нас. Bucca на Ракли, Хитоми на Хускаре. 11.01 на Виспе. Мирана Безезе. Ну и Аллах, он же Жотом, играет на Слардваре. Ну и, в принципе, вы составы и так знаете, кто играет за Fantastic Five. Так что вы в курсе, что это у нас Elements Cup 2.0. Иллидан, а я... Да, Airman у нас играет на Виспе. И получается Shadowverse на Ракли. Или наоборот. Ну ладно, не суть. В принципе, вот эти вот никнеймы измененные, они всегда немножко вводят в залуждение меня на раздумья. И как-то могу перепутать. Ну ладно. Ну что. Смотрим за игрой. Вроде бы у нас сейчас все хорошо. По рунам. По рунам будут ли у нас команды расходиться и сражаться, или просто обдадут. Ну, кстати, зонят у нас потихоньку здесь на нижней линии. Бедного Кевку. Кевка отходит. Ну и на самом деле забирает рун для себя Виз. Что, в принципе, стандартно, так как Виз закупился у нас на фастботл. Ну а на топе руна для Джиггернаута, да. И, в принципе, по линиям у нас именно Джиггернаут идет в Миду. Кстати, свет ничего себе у него какой. Я такой маски как-то не припомню. Ладно, не суть. В Миду против него Хускар и Висп. Здесь у нас в Харду идет Жотом против Даблы в виде Кевки на Сенкинге и Вайда. Весьма необычно. Ну и здесь у нас Скай решил Миду немножко поднапрячь Даблу от команды Фантастик Пайв. Ну и что у нас здесь на линии? У нас здесь Бивер на Андаинге против Бучки. Не Течки, а против Мираны. На которой играет БЗЗ. Ну что, где у нас будет самое веселье? Там снизу потихоньку напрягают. Здесь тоже потихоньку напрягают. Ну, в принципе, везде у нас весело. Ну там уже трое потихоньку смещается. Бивер подходит. Есть у него Динкейдж. Гернаут выкрутится на Виспа, но Висп проблема по тизерам и не дотягивается. Гернаут на него своей крутилочкой. Так что Висп будет жить. Мы все же размяли довольно-таки солидно здесь у нас Виспа. Нужно сейчас идти напонять Боттл. Ну и последнее здесь пойдет, мы дать он его, вернее, на нижнюю линию. Ну, все же я подозреваю, что у нас будет ФБ именно здесь сделано. Так как, ну, не знаю, там, по трассе, конечно, можно у нас кепку, если подставить. А у нас там убивается апгрейд в противовременном Скай. Я уже думал, ФБ пропустил. Ну, в принципе, стандартная фаст ТП на базу. Да, ФБ я пропускаю, так как я решил проверить, не забыл ли убрать рамку. Так, как такое случается на этих РМК и пропускаю ФБшку. Ну, ладно, бывает. Сорян, сорян. По факту там все было довольно-таки просто для Фантастик-5. Ну, что вам, Висп, руну законтролил. Баунти руну неплохо, боттл полный, так что можно будет подзарядить. Здесь у нас Иллидана. Так что, что Иллидана тут подразмяли. Кстати, стоять ему пока тут не особо комфортно, так как результат у него 5 на 3 против 8 на 3 у Джиггернаута. Кстати, весьма неплохо фармит у нас Вайдетский. Хотя, в принципе, это ничего удивительного, так как у Вайда атака уж слишком хороша и стоит на линии Донки Просток. Мы видим, желтым у нас стоит тоже на линии хорошо. У него 7-1. Для Тардара вообще отлично. Но, правда, он стоит тут в 1-1. То есть, тоже все довольно-таки просто для него. Но, тем временем, погибает у нас на топе Сенкинг. Оракл делает уже для себя второй фраг. Так, неплохо сыграно. А в беду у нас агрессия. Нападает уже прям за Т2-вышку фактически. Правда, у нас в разороте Иллидан настреливает по бедному Скаю. Скай горит и Скай сгорает на работе. Правда, погибает при том у нас Иллидан. Ну и Бивер делает краски фраг на нем. В принципе, размин, конечно же, в плюс для Pro-Dota. Но это, кстати, первый фраг для Pro-Dota. Ну а Бузботла, в принципе, все стандартно. Ничего необычного. Ну, кстати, по поводу вот Сенкинга. И как же он у нас будет раскачиваться. Ну вот у нас, как бы Сенкинг вернулся в моду, но совсем поменялся, как бы, стиль. Так как раньше его брали для того, чтобы ему настакать. Он там песочками все дела понадувал в лесах. Быстрый блинг и поехал, поехал, поехал. Ну а сейчас он играет через как раз-таки Каустик Файнал. И Бороу Страйк, и даже Сен Шторм, я видел, не качались на девятом левеле. Ну и, как бы, поменялся стиль игры на данном герое. Жотом в опасности, Аллах помчался. Ну, баш с первого удара не сработал у нас у Гартера. Кстати, неплохо у нас тут с Жотом пошел. Криво подбивать, подфармил. Неплохо сыграно, правда, может сейчас быть в опасности. Затайк пойму потихоньку. Конка сившоты, башики и башик проходит наконец-таки по Жотому. Хотя Сан отличный по Жотому. Вернее, вот Жотом залетает и Жотом уезжает на спринте. Ну, в принципе, поехал в сторону базы. Есть, конечно, у него два тангуса, даже три тангуса. Но решил, отъедаться не стоит, потому что слишком долго он это будет делать. Сикевка в опасности, Старшторм, лицо до Свидули. Ну, кстати, по поводу Атмираны, я сейчас почитывал патч. Он, как бы, еще не вышел. Но все же подрезали Саганима второй Старшторм. То есть не падает вторая звезда. Ну и, в принципе, довольно-таки хороший фикс получается. Потому что демоджа уж слишком много. Ставить Нетворсы, учитывая то, что задержка, как бы, две минуты. То есть у вас была третья минута в стриме. Как бы, зачем ставить Нетворс на третьей минуте? Я этого не понимаю. Отличный ДиКей, как же там было больно этим двум товарищам. Погибает Элиданс, погибает. У нас также Висп и Дабл Килл для Пингвинчика. Неплохо сыграно. Кстати, у нас отмеду вот так вот. На пятой минуте уже четыре игрока команды ProDota. Ну что, у нас новый Крипстат за Вайдом. Дальше идёт у нас Мирана и Слардарыч. После у нас идёт Джиггернон, который делает сейчас Дабл Килл. И после идёт у нас Иллидан. Кстати, Иллидан весьма неплохо начал Криппом доноить. Уже целая десяточка. В принципе, и Мирана тоже в этом показателе хороша. Что у нас там по лвелам? Кто у нас там проседает? Висп третий. Андайм у нас четвёртый. То есть, тут такая куча четвёртых лвелов. Получается у нас... Ну и вот... Шестой есть уже Вайда. Есть Хроносфера. Реализация. Посмотрим, когда она будет. Пока не ясно, будет ли она там смещаться. Но здесь у нас пока Иллидан гоняет Пингвинчика. Но Пингвинчик на ноге пытается умщаться. Но и, в принципе, у него это сделать получится. Так как Иллидан у нас у четвёртого лвела. Да и, в принципе, Плэйфэйн Флеймс всего лишь второго. Так что не так уж и больно было. Кстати, решили, похоже, на топ ещё. У нас немножко сместится. Поднапрячь этих товарищей. Ну, Бучка пока стоит и ждёт. Давайте всё же посмотрим на Нетворсы. Седьмая минута, в принципе, уже можно. У нас 2600 Гумераны. В принципе, Нетворс весьма неплохой. Учитывая то, что у него ещё и счёт 2-1-0. 1-0-2. Да. Вот так вот всё плохо без математикой. Ну, и, в принципе, в Одесске находится также на этой позиции. Там позиции топ-1, топ-2 по Нетворсам. Вот он себе ЖПТ-шку. Кстати, купил себе ещё и Орбов Веном. Решил тут немножко поднапрячь у нас Жотмом этим Веномом. Кстати, Жотмом у нас прикупил себе Арм Талону. Но, правда, при этом леса он ещё не фармил. Джигернауа 2000. 2000 также имеется у нас у Жотма. Но это время у нас там Пингвинчик в опасности. Пингвинчику неприятно. Получается, у нас здесь Иллидан. Тычку и погибает от Ская. Да. И такое бывает, что у нас погибает Кускар от Мага. Ой-ой-ой. Выход от Кепки. Бедняжка-виз. Бедняжка-шарик здесь тоже погибает. И, похоже, даблкил сейчас будет. Но нет. Не будет, так как у нас забирает килл этот Пингвинчик. Но, правда, у нас тут Будька пришёл и отомстил за своих павших товарищей, убью при этом Сэн Кинга. Кстати, снизу в опасности. Ай-яй-яй, Жотом погибает. И мы этого не увидели. Слишком уж активно у нас пошли действия по карте. Часть из них не успеваю я уловить. Всё-таки я думал, что сегодня будут краски. Как я уже озвучивал, я думал, что сегодня буду комментировать смайлом. И краски. Профессиональный обсервинг, что у нас будет тут всё просто шикардос. Но, увы, увы, сложилось всё иначе. Кстати, вот там уже товар от неплохо так размяли. На топе БДЗ. Салидненько так подпушил. Всё же там ещё имеется Яквила. Пытается тянуть за Кевкой. Кевка в лесу спрятался. Полетели у нас спириты. Санова, конечно, расстрел отлетает мимо. Кстати, почему у меня расстрел отлетает мимо? И Миран говорит нас риском. Там же была озвучка, ну да ладно, не суть. Ну и что, погоня за Бучкой. Но Бучку не догнать. И у нас КВ решил прекратить преследование. Это у нас Жотом снизу уже 6-го левела. Вешает имплепарен крипа. Которого пытается подфармить. Подфармил. Неплохо сыграно. 28 на 11 у него уже крипстат. Ну и на самом деле, как для Тавдара, всё очень хорошо. Да, есть там смерть. Да. Не хотелось бы умирать, но что ж поделаешь. Такова жизнь. Да, по всей видимости, решили здесь нападать. Там был у нас пропинг. Находится рядом здесь и Висп, и Мирана. И тут ещё два телепорта прилетело. Вернее, один телепорт и один герой был на линии. Но как-то вот кого-нибудь здесь поймать. Да, видит, здесь у нас Скай. Скай скинулся Эншент Силом. В принципе, неприятно Виспу. Стрела пошла. И стрела не точная. Ну и мчится, мчится у нас Жотом. Но, увы, не успевает подъехать. Ну, в принципе, нам залетает вопросики в чате по поводу состава Фантастик Файл. Это у нас Иллидан, Безезе, Йол, Армен и Жотом. Должен был назвать у нас играть Шадоу Вех. Но у Шадоу Веха при старте уже игры что-то случилось. И у нас была, как бы, произведена ещё одна замена. Выход на Кевку. Кевка в опасности. Да, есть у него, конечно, Барус Срайк. Стрела неплохая. И Кевка в таверну даже не уж застана. Всё же неплохо ему зарядил в лицо филой. Здесь БЗЗ на Миране. 60-й выложил на таймере. А Иллидан всё ещё без армлета. Пока решили у нас попушить. Да, спушили на топ тавер. Снизу пытается подпушить. Да, забирает его там гартер. Гард у нас с охранной вещью. Ещё не смещался никуда. Решил пока пофармить. Кстати, без таймдилейшена всё ещё такой боевой войд. Хотя, боевой войд, который не дерётся. Ну, такое тоже бывает. Ну, и, в принципе, давайте посмотрим, что же у нас по графикам происходит. У нас всё очень равно. 500 голды за Фантастик Пайв. По XP 100 XP за Продота. Счёт 6-6. По левелам тоже всё довольно-таки равно. Разве что у нас два спорта у Фантастик Пайв. Всё ещё 5-й левелам. При том, что 6-й левелам уже все подняли у Продоты. Подкопщик от Кевки не точно залетает. И я бы понимаю, что надо бежать. Но он здесь на ней вылетает. Здесь Иллидан. Иллидан, иллидан. Иллидан, где он уже далеко. Иллидан сейчас будет больно. Хотя Вистри она находится. Пошёл ещё в Экспломис. Обнислэш залетает. По Иллидану. Иллидан, азвтой. По КВН-виз. Паустрайк, в принципе, неплохой. А Вижна не имеется. Ну, хотя разорвали. Нет, всё же Вижна должен был. Да ладно. В общем, убивают. И ещё и даблкил делают у нас Держи Гернаут. Убим Виспа. Вроде бы ушли в Эмвиз. Ладно, не суть. Крона на БЗЗ. Байбэк от Виспа. БЗЗ лови подкопщик. Башка вылетает. Подходит у нас со Жотом. Жотом говорит, пацаны, хватит фидить. Я пошёл решать проблемы. Кевка в опасности. Кевка, но не погибает. И Лада выживает. 16 хп остаётся и будет жить. Ну и Жотом пытается уехать отсюда. Но Гартер в погоню. Гартер с промакшеном у нас с Таймволком. Жотом откидывал с танчиком. Неплохо напугал. И не ныряет за ним Гартер в итоге. Ну, могло бы быть всё хуже. Но, правда, там был байбэк у нас от Мирана. Вернее, от Мирана. Кого там был байбэк? От Виспа. Да, был байбэк, который, в принципе, ничего не зарешал. И, увы, я подкоп не открыл. Sorry. Sorry. Кстати, по поводу раскачек. Как и говорил Сенкинг, у нас так поменялся по стилю игры, который, как бы, не качает себе Сеншторм довольно-таки долго и не пытается поформить там стаки. Также у нас и случился Андайнга, который Тамбу не качает. В принципе, это тоже не редкость, так как Андайнга я вот уже в последнее время видел. Не то, чтобы часто, но и матчей было мало. Но вот по количеству матчей он, как бы, залетал вот таким... С неплохим процентом. Процентов 15 было. Ну и, в общем, без Тамбу он играл. Хотя, казалось бы, вот ранее использовались вот такие вот комбинации, когда ты идешь к Орду, там доминируешься, аж Тамбу там, ну, на ранних левелах, там, второго-третьего левела и просто разваливаешь. Вот сейчас у нас, как мы видим, про Тамбу... Не, на Тамбу забивают. Хитоми. Ой, как же больно. Здесь 17 лета. Он летает у нас неплохой, в принципе, мистиклеер. Хотя нет, вру. Плохой Хитоми. Опасность, их Хитоми подкилили. Хитоми находится у нас, тем временем, под ультиметом Оракла. Придет дальше в атаку. И Иллидан здесь в вою изражается. Разрывает, но нет, все же не лопается. Хитоми все еще жив. Хитоми будет жить. А тут даблкил уже сделала команда Фантастик Файк. Гарс, а это у нас под МФ демиджем. Пытается что-то сделать, но все же не стоит здесь ничего делать. И, наверное, стоит отступить команде про Дота. Ну, в принципе, неплохой файт для Фантастик Файк. Да ладно, БЗЗ под копчик. Да ладно! Сейчас может быть халява, но нет, халява не прошла. И погибает тут еще и Кевка. В итоге минус 3 в ноль от команды Фантастик Файк. Файк рекафф, давайте посмотрим. 1300 голды, 1700 экспы. Ну и, в принципе, 6000 урона. Специально с Фантастик Файк за данный замес. Неплохо сыграно, учитывая то, что на Лидан напали, мы видим нападение на Кускара. Довольно-таки часто может заканчиваться плохие последствия для команды. Купол ставится, но станчик по Гартуру. Неплохо, правда, при этом убивает у нас здесь Лидана. Хоть и залетал Мистик Лэйр, но все же демона уже хватило. Пытается уехать у нас с Джотом. Джотом уезжает. Башик не прошел. Ну и с Джотом еще один удар. Башик не проходит с Джотом. Пытает скрыться. И, в принципе, наверное, будет жизнь. Стрела отлично! Залетает по пингвинчику. Краша залетает у нас от Джотом. Но под копчик от Кефты. И Боров Страйком все же остановил у нас данную селедку. И дабл-кил для Ская. Да, все же у нас задержались. Здесь Фантастик Пайв. Не смогли линию спушить. Да, сделали минус 3, но при этом потеряли сейчас двоих на развороте. Ну и как бы... Да, заработает преимущество, но вышка. Пала. На самом деле получается все не особо хорошо. Хотя шмоточки. Давайте посмотрим, что у нас уже имеется. У нас Войт купил себе уже Владмирс вначале. Хотя это у нас и керри Войт, который стоял на Изилейне. Камвежми. У нас выходит покупку Дискорда. И, в принципе, он у него уже готов. Андайнк у нас с Арканами. Если у него Катряска, скорее всего, это будет Мека. Так как в Владмирс уже имеется Пингвинщик. Пингвинщик выходит себе покупку Яши. Ну и Кефка, ну, понятное дело, Блинг. Тут как бы вариантов немного. Что же нужно у нас Анкингу? Оракл. Арканы. Маджик Вонт. Или Дан. Пять смертей. Пять смертей у Иллидана. Ну, это многовато. Явно не в один процент. Это входит лучших кускаров планеты. Ну, не пошло, не пошло. Все же как-то напрягают его. На самом деле он себе еще и Берсеркерс Блуд не замаксил. Вернее, Блад. Мы видим потерпая все же он от Ская. То, что как бы резист имеется. Близко у нас урной, как я вижу. Аганим скоро будет у нас уже у Мираны. Ну и Слардарый, он же Жотов, копит себе на Блиндаггер. Что, Рошан падает? Как-то этот момент не прочитали у нас про дота. И отдают Аегис для Иллидана. Ну, посмотрим на реализацию данного Аегиса. Получится ли. Сейчас, в деле, мы видели, как Иллидан в прошлой драке настрелял. Там, вон, написал порядочно. Для такой таран, меняй, минуты. Кстати, мы еще не видели релокейтов. Ни одного. У нас уже 16 минута. Ну и... Пока не получится реализовать релокейты под инициацию, так как не имеется врыва. А вот с покупкой блинка на Слардаре мы можем такое увидеть. Казка будет инициировать, врываться, а после уже заказать или поздно. Тем временем поймали у нас там БЗЗ откинуть ультиметом. Но ультимет такой себе залетел. Да, темп уже отписал порядочно, но все же могло быть в разы позже. Убол ставится отличный по БЗЗ. И БЗЗ здесь будет погибать, бедолага. Ну и Висп не угодит. Подковчик летает неплохой от Кевки. Кевка раскастовывается. Сейчас Кевка будет трусить. Как же он здесь крузит? Кроме свежего снать Иллидана. Иллидан с Аегисом. Он пока пытается драться. Но Башики, Башики, Башики. И отправляется он пока на реинкарнацию. Сейчас станет Аегиса. Ну и погибет еще раз. Потому что драться здесь нереально. Это уже шестая смерть для Иллидана. Да, развернулся и встретил смерть лицом к лицу. Но увы, толку с этого мало. Ну, про дота начинают наращивать темпы. И, по-видимому, преимущество уже растет довольно-таки порядочно. По 3000 голды и по экспе уже 4000. Учитывая то, что сейчас нам еще и графики чуть-чуть перечитает. Линза появляется у нас все временем у Оракла. Решил, что ренджима не хватает. Решил, может, когда еще и демоша добавить при Фэм Флеймсом. Ну, возможно. Возможно, он будет хорошо. Да, по поводу вопросов, кто на ком играет. Ну, как видим, есть трудности с тем, что у нас билет в Валвы не добавили. И никнеймы отображаются те, которые используются в пабе от игроков. Не все играют в пабе со своими никнеймами, как раз таки, профессиональными. Но, как нам написали в чатике, КВМ играет у нас на Скайе. К тому же Яша готова у нас у Вайда. Неплохо. Ну, и вот, Жотом покупает себе блин Даггер. Кстати, Жотом идет весьма неплохо. У него всего две смерти. Ну, и что твоя... Вкусная карта, и как бы все хорошо. Погибает. Тем временем он сидит по-детски. Но он-таки просто Хитоми воюет. Он же Иллидан против КВМ. А КВМ погибает. Ну, и здесь тоже драка. Башик, Башик, Башик! А ну, давай же, Аллах! Не выписывает Башик. Увы, Жотом не справился с рандомом. 10% не сработали. Ну, и даблкил. Такое делает у нас команда Фантастик Пайп. Зарабатывает 1400 голды, 2300 экспы, плюс половушка. Потому что, в принципе, весьма-весьма неплохо забустились. Ну, и что я то, что убили Вайда, а вот это топовый Нетворс. На карте Дефиса и по левелу он тоже топ-1. Ну, и Сладар в позиции. Жотом готов рваться. Но, правда, там появляется в линдагер у Сенкинга. Так что сейчас, главное, не подстрячь. Так как можно... Можно получить леща. Ну, что там? Ой-ой-ой, там рыв. Жотом залетает. Неплохо на Биллера. А вот пытается уехать. Жотом, как раз, забатил себя тут на Сайлос. Неплохо, в принципе, все сделал. Залетает, правда, на Хитоми. И, наверное, ну или Дан, или Дан. Ушка, ну, хватит. Может быть, умирать. Да, увы. Увы, теперь нужно отступать. Команде Фантастик Пай. Гартер меняет. Гартер у нас с храносферой. Но пока ее не поставил. Ну, и пытается на себя увести фокус. Бучка. 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 Получает подкопщик. И бучка. В таверну, правда, еще и фэлспромис. Ну, в принципе, спейс-криэйтинг времени выиграл довольно-таки много. Ну, и, в принципе, отступил фокус от своих тиммейтов. Хотя, все же зря я его перехвалил, так как у него был стрик 5-0. И бабла с него упала нормально. Лучше бы тут Виз погиб. На самом-то деле, ну да ладно. Бывает. Так, у нас с оградок экшен не постанавливается. Команды, из-за того, что, как бы, Агекис уже там выбили, все дела. И, как бы, обычно команды у нас в это время фармят, но не тут-то было. У нас и одна команда агрессирует, и вторая команда тоже агрессирует. Ну, и, в принципе, мы видим, шмоточки уже весьма солидные у нас. Да, в принципе, прям таких бомжей у нас на карте нет. Даже Виз, который находится на третьей позиции, имеет 4 тысячи нетворса. А для 20-й минуты это порядочно. Как мы видим, по графикам-то тоже все уже стало снова потихоньку ходить на ноль. Но все же там последние моменты были за продотой. Потому что они остаются на лидирующих позициях. Сенкинг в засаде. Пока что он с эпицентром. И пока эпицентр именно с блинка он еще не реализовывал. Ну что, ждем атаки. Эллидан решил, что 7 смертей это уже максимум. Больше я не умру и стоит в первой позиции. Ну, в принципе, тут в любом случае нужно танковать Эллидану. Ну, правда, нужно как-то получше сосредоточить свои силы на подсеве Эллидана. Так как слишком уж быстро он умирает. Несмотря на то, что это Кускар. Кстати, Драголэндс у него уже залетел. Да, обычно у нас в такие моменты, как бы, команды спит ужасов. Эллидан или пармят. Ну, не туда было. Хитоми, ну как же больно. Эллидан, ну это же Кускар. Как же его разрывает этот Скай. КВМ слишком жесткий. Ну и нужно бежать. Купол отличный от Гартера. И Аллах получает этот урон. Аллах увозит. Ну и на самом деле Жотом пока будет жить. Хотя Флс Кромис. И Читоми летает. Жотом откидывается по Гартеру. Гартер. Биткоус, ну куда ты блинкуешься, Жотом? Что ж ты сделал? Вот этот прыжок был не слишком удачным. Хотя, в любом случае, живет он от хила в Флс Кромиса. Ну и тут минус 2. Правда, минус 2 Кора. Так что, все же, хвалить Фантастик Пайв за это замес не стоит. Ну и дальше выезжает у нас про Дота. Решили идти уже на хайграунд. За то, что Айгиса у них не имеется. Ну, имеется, что у них преимущество численное. Слушай, там байбэха нет у нас. Сумиран врывается на Жотом и Жотом отправляется в таверну. Ну и Иллидан пришел. Пацаны, сейчас порешаю. Общаясь пошел. Вис прянышком, вис у нас берега локейта. И, в принципе, Иллидан пришел. Похоже, Иллидан ушел уже в 9-й раз в таверну. Ну, хотя, хотя... Нет, все же так вот. Тяжело отца стало пробивать. Все же там подкил на нем довольно-таки жесткий. Все же жить будет. Ну, благо, не 9-й раз в таверну. Уже хорошо. Уже хорошо. Ну, и, в принципе, ничего не потеряли у нас про дота. На байбэке, правда, раззвести не получилось. Потому что байбэков не было. Ну, и атакуют на базу. Но зато бабла на руках много. Они пришли закупаться. За купильками. Видим, текущее золото у нас у всех невелико. Так что там шмоточки уже хорошие такие есть. Как мы видим, войдетский. Что он себе покупал? Что-то должно быть в курьере. Наверное, Монтостайл уже сейчас будет все довозить. Да, именно так. Для гарда Ромонтостайл. КВМ у нас купил себе Staff of Wizardry. И... My Perfect English is very well. Ну, скорее всего... Скорее всего. На 4-став он будет его грейтить. Хотя, кто его знает. Все же там еще и Well Super Might ему купил. Посмотрим. Бивер. У нас с Меккой. Но, кстати, грейдусы скоро должны у него появиться. Что, в принципе, будет большой проблемой для Fantastic Five. Так как там физухи вообще не вписать будет в итоге. Да, и... Как бы, магический, наверное, там не так уж и много вписывается. Несмотря на то, что Мирал у нас с Аганимом. Ценкинг. У нас прикрепил себе тоже Staff. Верхнюю башню. 4-став для Ценкинга вообще. Отличный айтем. Что же есть у нас здесь у Fantastic Five. У Оракпа ничего не появилось. Хускар, Драголэдс. Ну, такое. Висп Меккой. Аганим на Миране. Ну, и, в принципе, Жотов имеет у нас лишь один Блиндаггер. Купол ставится. И по двум героям стрела залетает. Стрела залетает в иллюзию. Пытается у нас здесь Висп вывести. Увозит. В итоге здесь у нас Лидан. Лидан пытается даться. Получил вас выполнить. Здесь в итоге Жотов пытается уехать. Пошел подковщик. Кепка. Ультимейт. Залетает. Ультимейт. Ну, правда, такой себе. Ультимейт. Натрушивает. Ну, правда, тут Китомис уже пробивает. И Лидан. И Лидан. И Лидан. И Релакеи. Кратски обратно залетает. Правда, прям в гуще событий возвращает нас в итоге Лидана. Минус 3 у команды. Фантастик. Пайв. Бучка в таверну. Минус 4. Но, правда, Жотов показывает скиллуху. И отблинковывается за на место. Решил, что Тим Вайп пока отдавать не стоит. Но, в любом случае, понимаем, что данный файт потихоньку хоронит команду Фантастик Вайп. Почти 2000 голды. И почти 3000 эксп. Зарабатывает продолта. И еще и роняет последнюю внешнюю вышку. Ну и что, снова на хайграунд. Байбэк есть лишь у Мирана. У нас на самом деле там 10 секунды Байбэка. И делать его совершенно нет. Кстати, на руках 800 голды. А есть Байбэк. Но он все же минута слишком ранняя. 24-я. А у нас уже сделано 34 фрага. ПТ-шка! ПТ-шка появляется у Хускара. И сейчас дело пойдет в гору. Наверное. Нет. Ладно. Посмотрим. Посмотрим. Все же, всякое бывает. Все же, это Хускар и Авось. Авось. Что-то и получится. Хотя, все же, там урона уже слишком. Много. Все же, два кора имеют по 10 тысяч нетворса на 25-х минутах. Но на самом деле, это довольно-таки много. Вообще-то то, что там без всяких бэфов обошлись. Гартер в опасности. Гартер отпрыгивает. Наряд, аж за ним БЗЗ. Пошел Старфорд. Двойной. Гартер, какой же он здесь живучий. Еще один прыжок, еще один прыжок. Не получается сделать. И Висп отправляет его в таверну. Ну. Ой. Байбэк. А зачем? Психанул. Психанул. Хотя, там Рошан падает. Вот для чего. Но на самом деле, довольно-таки далеко он находится. Тиммейт далековато тоже. И как бы, без смоков там мчится. Да, конечно, есть у него тайм-волки. Хотя, кто его знает, сейчас он уже и успеет. Нападение на Кускара. Ну и, как мы видим, это Кускар. Это Скай. И как бы, Кускар почти отлетел. Купол отличный. После байбэка от Гартера. Как же больно команде. Фантастик Пайм. Ну и, похоже, здесь они сейчас будут развалиться. Хотя, дэм уже не хватило. Все же пытается разом на зароте. Жот там, в принципе, пробивает у нас здесь. Погибает. В итоге у нас здесь еще. Иллидан. В очередной раз. Но нет. Нет. Все же не получилось. Даблкил для Гартера. Даблкил для Иллидана. Но, увы, в таверне сидит он уже в десятый раз. И из 26 смертей 10 раз таверне на твоем мидере. Это много. Ну, в любом случае, по файтер-рекапу они заработали чуть больше. Но толку с этого совсем ноль. А тут падает Рошан. Падает Рошан. Айгис, скорее всего, будет до Гартера. Так как у него был заезон байбэк. Находится у нас где БЗЗ. БЗЗ он кипитый. Решил так по Виверу немножко продамажить. Но Вивера тут тоже не пробить. Ой-ой-ой. Жотом подъехал, но чуть-чуть рановато. Рановато ты подъехал. Хотел застить Айгис. Но убытом, видно, не имелось. И решил, что вот, уже добили. Уже добили, сейчас успею. Стрела. Заран Порошану. Заливайся. БЗЗ, да ладно. Айгис для Мирана. Неплохо сыгран. Он видит, находится рядышком. Ребят, что у нас в стрелоке в случае чего. Ой-ой-ой. Бедный, бедный жотов таверну. БЗЗ минус Айгис. Ну и воровство Айгиса, увы, на пульсе не пошло для команды. Фантастик Пайп. БЗЗ минус. И пришел Иллидан. Иллидан как решил. Сейчас, пацаны, сейчас подеремся. Но это одиннадцатый раз в таверну. Да. Байбэк от БЗЗ. Байбэк от Пускара. Ну, в принципе, мы понимаем. Как бы... Вот, Байбэк сделал такой. Не рейджбайбэк, а вот этот уже, ну, такой конкретный рейджбайбэк. Одиннадцатый. Одиннадцатый. Именно столько раз погиб у нас. Иллидан. 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 Тем временем, худ готов у нас у Бивера. На Анданге все же решил он себе не догрейдживать Гривсы. Там еще и диффуза появляются у Джиггернаута. Несмотря на то, что Гост Кедр отсутствует, решил их законтрить на корню. Что, в принципе, тоже решение верное. В принципе, почему бы нет. Ну и да, Форст Тафф все же появляется у нас у Камвежми. И не решил он здесь что-то выдумывать. Ну, кстати, что же там? Самое интересное, что же у нас у Жотма. Одиннадцатый. В принципе, умирал он немного. Ну и как бы не проблема тут явно в Слардаре. Потому что, ну, он делает максимум того, что он может сделать. Ну, как мы видим, Висп и Хускар как-то совсем не зашли. И вот Амачи врывается у нас Жотма. В принципе, Санг, как-то себе заметил по карту. Вот Санг, который разлетает под Сенс, находится у нас здесь не время Жотма. Жотма получает ультимейт. И бедный Жотма, наверное, первый в этом замесе. Вырывается Элидан в толку. Говорит, пацаны, сейчас развалю. Ну, правда, сейчас развалюет только Элидан. Остается, куба неплохой. У нас Бучка в опасности. Бучка в таверну. Безезет тут тоже в опасности. После байбека он погибает. Погибает. Так что здесь Элидан. Байбек есть лишь у одного Бучки, который прописывает ГГ. И это победа для Продоты. В принципе, довольно-таки простая. Получается, что у нас по графикам минуты 20 было все более-менее рано. Но все же у нас никогда все было равно. Слишком уж много умирали Висп на пару с Кускаром. Ладно бы Висп улетал, но все же Кускар слишком много раз погиб. Целых 12 раз. Ну что, у нас формат Best of 1. Победа для Продоты. Матчей на сегодня у нас больше нет. В принципе, я с вами на этом прощаюсь. У нас продолжение данного турнира будет, насколько я помню, уже завтра. Но, правда, завтра я... А, нет, не завтра. В понедельник у нас будет продолжение. Но, как я вижу в расписании, на следующей неделе я уже не комментируюсь. Не до того, что, как бы, каждый матч на протяжении трех недель данного турнира я комментирую. Ну да ладно. У нас, как бы, уже осталась последняя неделя этих закрытых квалификаций. Так что обязательно приходите на канал Рукаба. Смотрите. Ну, а на сегодня все. Для вас работал Тексас. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok